Сейчас никто уже не скажет, кто и когда поставил знак тождества между весной и любовью. Но ведь любовь не знает сезонов. Она всегда с нами, она вокруг нас. Вспомнить, как у Левитанского. Всего и надо-то вглядеться, боже мой! Всего и надо-то хоть чуточку вглядеться. Героем моего рассказа я знаю с его школьной скамьи. Васька всегда был крупнее своих сверстников, значительно сильнее. Его в школьных стенах было тесно, и поэтому, не закончив десятилетку, он подался к изыскателям. Там он пришелся ко двору благодаря своему покладистому характеру, безотказностью и, конечно, физической силой. Так прошло четыре года. В межсезонье Васька жил в городе, жил бабылем. Ну, потому как не каждой подруге под силу ждать по полгода мужика и хозяина в доме. И в эту осень друзья подарили ему щенка. Щенок вырос и к следующей весне превратился в замечательного Колли. Крупного и очень красивого. И Васька стал ездить с ним в поле. Прошло еще два года. Накануне очередного сезона Василий собрал друзей, чтобы отметить это дело. Накрыли в лесочке скромный Достархан, посидели и Дик, так звали эту собачку, Дик крутился рядом. Ну, и когда пришла пора расходиться, спохватились. Дика нет. Объезжали весь лес и скричали все. Собака пропала. С тяжелым сердцем Василий поехал на вахту. Лагерь вроде как опустел, обезлюдил. Ну, и прошел год. Следующая весна выдалась очень ненастной, с холодным снегом, с холодными дождями. Василий крепко простудился и с воспалением легких попал в больницу. Ну, больничные палаты, как обычно, сближают людей. И Васька подружился с военным пенсионером Петровичем. Они рассказывали друг другу свои бытовые нехитрые истории. А Петрович вдруг вспомнил. Слушай, Василий, я же тебе не рассказал. Прошлой весной мы с женой поехали в сад. Смотрим, у ворот сидит здоровенная собачища. Грязная, неухоженная, похоже, что очень голодная. Ну, но сидит, сидит себе. Может, собачьи дела у него какие. На следующее утро собака сидела там же. Мы с женой переглянулись. Дети у нас разъехались и решили, возьмем. Открываю дверцу, опрес на задние сиденья, так, как будто всю жизнь ездил со мной. Привезли домой, вычислили, вымыли, сделали все прививки. Роскошный совершенно пес. Добрейшей души чистюля. Да чего я тебе рассказываю? Жена завтра приедет с собакой, там его видишь. Наступило завтра. Петрович с Василием прогуливаются по больничной полянке в ожидании гостей. И вот они пришли. Сухонькая женщина ведет на поводке роскошную совершенно собаку, невероятно красиво одетую, крупную. А собака гордо подняв голову, шагила рядом с хозяйкой, чувствуя свою силу и красоту. И тут собака сорвалась с поводка и бросилась на Ваську. Что тут поднялось? Петрович кричит, бабулька визжит, собака лает, очевидцы кричат не весь что. А Васька, Васька сидел на траве и, обняв свою собаку, плакал счастливыми слезами. А вы меня спрашиваете, однако, где любовь? Вот она. Спасибо.